Всех приветствую, с вами Дмитрий Говдя, автор блога dedifizspeak.com Итак, у нас сегодня вторая часть урока «Как назначить встречу». Итак, давайте рассмотрим глагол, который обозначает «принимать». Например, это может быть врач, это может быть просто какой-нибудь специалист и так далее. Итак, «принимать» у нас будет aufnehmen, ударение на auf, потому что auf у нас приставочка отделяема. Aufnehmen. Итак, давайте попробуем сразу же поупражняться и применим этот глагол в предложении. Например, «Когда сегодня принимает врач?» Вы можете назвать врач какой-то конкретный, там господин или госпожа какая-нибудь. То есть вам нужно конкретному врачу. И вы спрашиваете на рецепции или, например, когда вы звоните, «Когда сегодня принимает врач такой-то?» И так как я уже сказал, что auf у нас отделяема приставочка, в настоящем времени, вот когда сегодня принимает врач, это настоящее время, auf отделится и пойдет в конец предложения. Когда у нас в предложении один глагол, то приставочка, если она отделяется, то она отделяется и идет в конец предложения. Итак, «Когда сегодня принимает врач?» «Когда ван, потом, после вопросительного слова идет глагол, принимает, немен, здесь в основе у нас глагол немен, он у нас сильный. Если сильный, то меняется корневая гласная. «Э» на «и». Врач – это «он». Соответственно, «он» – это местоимение третьего лица, единственного числа. Именно в этом лице и числе меняется корневая гласная у сильных глаголов. Поэтому получается, что И в конце не забываем нашу приставочку «auf». Вот, посмотрите. Здесь мы можем уточнить, какой врач. Можем там сказать, когда принимает терапевт, «Ван nimmt терапевт хоть ауф?» Или там, например, какую-то фамилию сказать. «Ван nimmt der Arzt lange хоть ауф?» Есть. Идем дальше. Врач, например, вам могут ответить на рецепцию. Врач принимает с такого-то времени, по такое-то время. Опять-таки, «принимает» здесь «aufnehmen», «ауф» будет отделяться. «der Arzt» или «der Doktor», «доктор lange», «der Arzt lange», «фрау lange», «herr lange» «нимет», потом связочка «с», «до». Если у нас связка «с», «до», то, как правило, говорится «фон», «бис». «Фон» – это «с» какого-то времени, «до» – это «бис». Итак, врач принимает, врачи обычно принимают или в первую половину, или во вторую половину. Давайте скажем, врач принимает с 8 до часу. Что у нас получается? Попробуйте сами проговорить, как бы вы сказали в данной ситуации. Значит, что получается? «Der Arzt nimmt von acht bis dreizehn Uhr auf». Вот таким образом. «Der Arzt nimmt von acht bis dreizehn Uhr auf». Есть. Может быть, такой вариант, что, например, вот то, что я говорил про связочку, «с», «до». Обычно, когда у нас связки нет, только есть первая часть, например, «с» какого-то времени. Очень часто говорят «аб». «Аб». Например, «Der Arzt Lange» oder «Herr Lange nimmt ab acht Uhr». Если у нас только «с», то обычно говорят «аб». Окей, идем к следующему предложению. В каком кабинете принимает господин Ланге, например, да? «Кабинет» у нас «das кабинет». «Дас кабинет» – средний род. И как мы здесь будем образовать это предложение? «В каком?» Для этого нам нужно знать следующее. «В» – это у нас предлог «in». «In» – предлог двойного управления. То есть, для того, чтобы сказать правильно с этим предлогом, нужно задать вопрос. Один из вопросов должен подойти или «где» или «куда». «В каком кабинете» – это «где» или «куда»? Конечно же, это «где». «В кабинете». «Где». Если подходит вопрос «где», значит, ставим «кабинет» в «дативе». Если бы подошел вопрос «куда», то мы поставили «кабинет» в «акузативе». «Где» «датив», «куда» «акузатив». Но это еще не все. Здесь у нас еще есть вопросительное слово «какой». Отдельно оно будет звучать как начальная форма будет «вельхя». «Вельхя» «какой». И мы должны как-то согласовать это слово с существительным «кабинет». Давайте все отдельно напишем «дас кабинет». Вот эти вот три слова мы должны согласовать. Мы уже определились, что после «ин» будет идти дательный падеж, потому что в данном случае у нас подходит вопрос «где» «в кабинете». «Да, в каком кабинете». Не в какой кабинет, например, я иду, а в каком кабинете. Значит, мы должны взять вот эту вот часть, кабинет. «Дас» мы убираем. остается «вельхер». Если бы нам нужно было спросить «какой кабинет?» «Какой кабинет?» Мы бы спросили «вельхес кабинет». Вот так. «Вельхес кабинет». Почему «вельхес»? «ЕС» Почему окончание «ЕС»? Потому что кабинет среднего рода. Получилось бы «вельхес кабинет». Поэтому, по сути, мы должны взять вот эту вот форму. Это, я просто вам сказал, начальная форма. В словаре вы будете искать слово «какой», как переводится. Словарь вам сразу же выдаст мужской род «вельхеа». Вы должны в уме у себя согласовать, что если кабинет среднего рода, то это будет «вельхес кабинет». И, по сути, мы можем взять вот это «вельхес». То есть, должны взять и поставить в «дативе». Теперь мы должны вспомнить, как изменяется определенный артикль среднего рода в падежах. Артикль среднего рода будет «дас». Да? Ну, как «дас кабинет». Вот «дас» — это артикль. Как он изменяется в падежах. «дас». Номинатив «дас». «Генитив». «Дес». «Датив». «Дем». И «аккузатив». «Дас». Нас интересует «датив». «Дем». Окончание «ем». Вот именно это окончание мы вставляем вот сюда. «Вельхем». «Вельхем». «Вельхес». Например, это было бы номинатив генитив «Вельхес». Точно так же. «Датив». «Вельхем». И «аккузатив». «Вельхес». «Вельхем». То есть мы взяли просто окончание от определенного артикля и перенесли на вот это вот вопросительное слово «Вельхеа». Получилось «Вельхем». Есть. И теперь просто подставляем сюда. «Вельхем кабинет». Надеюсь, я достаточно подробно объяснил процесс согласования. «Вельхем кабинет». Теперь принимает «Нимт». «Хэр Ланге». И в конце «Ав». «Вельхем кабинет nimmt Хэр Ланге «Ав». Ну вот таким образом. Перед существительными господин, госпожа обычно не ставится артикль. Просто «Хэр», «Фау» и так далее. «Ин Вельхем кабинет» «Нимт Хэр Ланге ауф». Есть. Идем дальше. Может быть ситуация, когда вам могут сказать, что сегодня уже не принимают. Да, все расписано. Приемов сегодня нет. «Сегодня вечером все занято». Можно так вот описательно сказать. Это будет звучать на немецком языке следующим образом. «Хэр Ланге ауф». «Хэр Ланге ауф». «Сегодня вечером» «Синт Кайне термине фай». «Сегодня вечером» есть отрицание вот этих вот приемов. Нет приемов и в конце свободных. Могут быть и два варианта. «Фрай» может быть вот сюда ставится. «Хэр Ланге ауф». 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 Как вы спросите? Попробуйте сами образовать это предложение. То есть, по сути, завтра в 9 утра есть ли свободный, и вы должны применить существенное ТАМИН в единственном числе. То есть, я немножечко подскажу по конструкции, как вы должны сделать. То есть, есть завтра в 9 прием свободный. Вот таким образом. Попробуйте сами составить такое предложение. Значит, это будет следующим образом звучать. Так, это вопросительное предложение, на первом месте глагол. Вот, посмотрите. И дословно это можно перевести. Есть завтра в 9 часа. Ну, как время для приема свободное. Свободное завтра время для приема в 9 часов. Дальше идем. Завтра в первую половину свободно или во вторую половину? Первая половина и вторая половина дня это... Первая половина это до полудня, вторая после полудня. Вспоминайте, как будет до полудня. Это будет фомитекс. Или амфомитек. Обычно в таких составных предложениях обычно сокращенная форма применяется. Фомитекс с маленькой буквы. Но как бы амфомитек абсолютно тоже будет нормально. Вторая половина дня это после полудня. Это будет нахмитекс. Нахмитекс. Завтра в первую половину дня свободно. Опять-таки применяем существенно термин. Попробуйте сами образовать это предложение. Что получается? Опять на первом месте ставим глагол. Ист моген фомитекс тамин фай. Да? Ист моген фомитекс тамин фай. Теперь во вторую половину скажите сами. Ист моген нахмитекс тамин фай. Вот, посмотрите. Фомитекс и нахмитекс. Обычно, когда совмещается завтра, например, в первую половину, сегодня, с вот такими словами, сегодня, завтра, послезавтра, то обычно говорится сокращенная форма. Фомитекс, нахмитекс. Идем дальше. Часто бывает, что приемы, да, время для приемов расписано на много дней вперед. Поэтому вам могу сказать, свободно через неделю. Например, в понедельник, там, в 10 часов. Давайте разберем, как это можно сказать. Получается, есть свободный прием через неделю. Вернее, даже не так. Более дословно. Прием через неделю есть свободный. А если мы еще хотим добавить в понедельник в 10 часов, то прием через неделю в понедельник в 10 часов есть свободный. Вот это вот единым блоком говорим. Через неделю в понедельник в 10 часов. По сути, мы можем разорвать, но это нежелательно. Лучше сказать, единым смысловым блоком. Итак, прием есть. И давайте, скажем, вот, чтобы вы сами попробовали образовать. Давайте даже не так. Я вам расскажу, напомню, вернее, возможно, кто-нибудь забыл, как будет через определенный промежуток времени. Например, через неделю. Опять-таки, берем наш предлог in. Что касается через какой-то промежуток времени, у нас вообще без всяких вопросов, это у нас просто запоминается in dative. Через неделю. Неделя у нас будет de voche, женский род. De voche. И когда у нас через какой-то промежуток времени, и этот промежуток времени составляет одну единицу, неделя, день, год, не две недели, не там 10 лет, там 50 минут, ну и так далее, а одна единица, неделя, то мы берем не определенный артикль, не di, а айне, айне вохе. И ставим в dative. In, айне в dative и вохе. Это будет через неделю. В dative айне изменяется на айнэр. In айна вохе. Сначала мы должны вначале поставить datamin. Потом есть на втором месте, да, железно у нас подлежащее, то есть глагол на втором месте. datamin ist in einer woche. Потом, в понедельник, что касается дней недели, у нас будет всегда, что касается вообще дней, в том числе дней недели, у нас всегда предлог an плюс dative. Это получается am. am, am dienstag, да, то есть am montag, извиняюсь, am montag, am montag, am dienstag, am fraytag и так далее. The termini ist in einer woche am montag, am montag, am montag, am montag, am montag. Am montag. am montag. Am montag. Am montag. образом можно сказать это предложение смотрите фрай немножечко как бы теряется в конце потому что вот здесь достаточно длинная как бы вот вложение в таких случаях да чтобы не потерялась фрай можно его переставить вот сюда вот это немножко как бы ну нарушение обычного порядка но тем не менее это допустимо когда предложение но относительно длинная и в середине его много всяких слов которые скажем это может быть это может быть с приставкой приставочка может стоять не в самом конце отделяема а чуть-чуть раньше или вот например как в данном случае фрай можно переставить поставить пораньше а чтобы она не потерялась и человеку был сразу же понятен смысл ну вот таким образом хорошо на этом мы сегодня закончим урок и на следующем уроке мы продолжим эту тему и собственно закончим я уже все всем спасибо до следующего раза с вами был дмитрий говдя автор проекта дедефикс пик точка ком пока